Вместо мяча безопасная тимбара, специальный шлем и щит для современного мячевого боя. Этого достаточно. Механика, говорят специалисты, интуитивно понятно, хотя некоторые правила перед поединком все же придется запомнить. У нас запрещены колющие удары. То есть тычковые удары в лицо, в корпус, в ногу, в руку запрещены. Мы работаем сериями, работаем рубящими ударами в определенные зоны, 8 секторов. Все очень просто, очень легко запоминается. И, собственно, это основа. Мечевой бой – это одна из площадок празднования Дня молодежи в Одинцово. Дождливая погода внесла коррективы в программу, а вот испортить настроение виновникам торжества не смогла. Киберспортсмены играли в FIFA 19, танцоры соревновались в двух направлениях – брейк и хип-хоп. И в ополе береза стоял, и собачий вальс, и даже в лесу родилась елочка. Можно сыграть и на банановом пианино. Правда, при условии, что медведь на ухо не наступал. Кстати, например, из арбузов музыкальный инструмент не сделаешь, а вот бананы подходят идеально. Через бананы, через провода, через меня притекает слабый-слабый электрический ток, который я не чувствую. Мне он и бананам, скажем так, ничего плохого не причиняет, но компьютеры, специальная плата его регистрируют. И таким образом мы можем играть на вот этом пианино. Рядом с необычным пианино – экологическая площадка. Здесь можно узнать все о раздельном сборе мусора. Светлана Трегуб рассказывает, 80% бытовых отходов подлежат переработке. Пластик практически весь перерабатывается в новые изделия. Но от этого, от пластика нужно уходить. И поэтому мы тоже представляем изделия, которые продаются в интернет-магазинах. Уйти от одноразового пластика к многоразовым изделиям. Это и сумочки, и мешочки для фруктов, овощей, и бутылки многоразовые, и сумки, и трубочки, и зубные щетки. История спорт, танцы, экология. Организаторы праздника, посвященного Дню молодежи, постарались сделать так, чтобы никому скучно не было. А заодно наглядно показали, насколько интересным и разнообразным может быть досуг без вредных привычек. Можно заниматься различными видами искусства, творчества. Танцевать, играть в рок-группе, рисовать граффити. И киберспортом профессионально заниматься, и даже любительски заниматься. То есть, столько интересных видов деятельности. Активности под открытым небом, которые были в программе, организаторы не отменили, а перенесли время их проведения. Вторая часть праздника запланирована на пятницу, 5 июля. Место встречи тоже в Центральной площадь Одинцова. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.